Привет! Меня зовут Настя. Я студентка МГИМО, мне 19, и я не трачу свободное время впустую. Я всегда в движении. Сердце стучит. Стоп! Полное самообладание. Легко зажигаю. Ох, да собралась. Пристегнуться — это обязательно. Еду по бездорожью, преодолеваю препятствия, набираю скорость. Нет, это не авария. Вообще-то, я сегодня первый день за рулем. Я — ученица автошколы ДСАФ. Если ты еще не выбрал автошколу, моя история для тебя. ДСАФ. Более 60 лет на рынке. Более полутора тысяч выпускников в год. Собственные классы и впечатляющий парк автомобилей. Индивидуальный подход к каждому ученику и возможность учиться на все категории с нуля. ДСАФ. Самый короткий путь к безопасному вождению. Здравствуйте. Вы смотрите новости на ОТВ Серпухов. С вами в студии Ирина Зайцева. Движение вперед. Как в округе реализуется проект президента «Спорт. Норма жизни». В строю только лучшие курсанты-офицеры Серпуховского филиала военной академии имени Петра Великого готовятся к параду победы. Горячий сезон. Почему опасен пал сухой травы? Движение вперед. Мы продолжаем рассказывать о развитии муниципалитета за последние пять лет. В феврале этого года для детей и взрослых городского округа открыл свои двери муниципальный бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь». Современное здание с гимнастическим и тренажерным залом для сухого плавания был возведен благодаря федеральному проекту президента «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Восьмилетний Александр, крепко взяв маму за руку, спешит на тренировку по плаванию. В спорте он уже два года, правда, до этого занимался в другом комплексе. Ездить туда приходилось на машине. Родители молодого человека твердо уверены – спорт в жизни ребенка обязан быть. Это хорошо для здоровья, да и вообще будет плечистый, сильный. И, может быть, в будущем будет пловцом. Плюсы нового бассейна Ольга оценила сразу. Во-первых, ближе к дому, не надо никуда возить, и он подрастет, будет сам ходить. ФОК возвели благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» президентского нацпроекта «Демография» и в соответствии с госпрограммой Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. На всех этапах работы контролировали представители администрации муниципалитета и депутаты. В 2016 году появился первый объект у нас – спортивный, муниципальный. И он вписался в этот вот замечательный питомник. И тогда интересно было задуматься, что все-таки дальше. Я благодарен нашей администрации и депутатам нашего городского совета, что вот эту всю территорию отдали под спорт. И вот благодаря этому появился у нас один объект и второй объект. Конечно же, заниматься спортом в центре города очень удобно, и поэтому бассейн так востребован. Я знаю, что сегодня уже ходят 700 детей, записалось 700 детей, и желающих всего более 2000 заниматься в бассейне. И я на протяжении всего периода строительства приезжал в соответствии с поручением фракции «Единая Россия» в Московской областной думе. Я смотрел, как идет стройка вместе с Михаилом Алексеевичем Шульгой, с головой города. Мы обсуждали все этапы строительства. Спустя всего полтора года в муниципалитете появился новый бассейн с шестью дорожками по 25 метров. В лазурной воде, как рыбки, резвятся дети. Просторное помещение с панорамными окнами настраивает на позитивный лад. Спортом здесь заниматься – одно удовольствие. Я когда вырасту, я буду профессионально заниматься плаванием. Сегодня здесь тренируются воспитанники детских секций, есть группы свободного плавания для взрослых, а также занимаются пенсионеры в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Продуман каждый сантиметр спортивного объекта в бассейне. Разместилось электронное табло, на котором удобно смотреть время и результаты. Скамейки здесь теплые, с подогревом. В спорткомплексе, в его раздевалках и душевых установлено оборудование для инвалидов-колясочников. Созданы все условия безбарьерной среды, что позволяет посещать ФОК людям с повреждением опорно-двигательного аппарата. Татьяна Корзубова, куратор проекта партии «Единая Россия. Единая страна. Доступная среда» в Серпухове, проверила спортивный объект самым тщательным образом, чтобы ее воспитанники не оказались в непростой ситуации, например, в туалетной или душевой комнатах. Красиво. Все очень замечательно, все приспособлено. Душевые, раздевалка, туалетная комната, сам бассейн. Я надеюсь, что здесь ни один чемпион мира и Европы, паралимпийский чемпион, научится плавать. Наши воспитанники у нас уже группа набралась побольше. И есть люди, спортсмены, которые сюда будут ходить целенаправленно, заниматься плаванием для спорта высших достижений. Новейшее оборудование проводит мониторинг воды, очищает ее автоматически по ультрасовременной технологии с минимальным добавлением хлорки. У нас очень много спорткомплексов открылось за последние года. И есть куда детей отдать, я говорю, и даже вот ближайшие дома, чтобы дети сами могли ходить, не напрягая родителей. А здоровье наших детей – это здоровье всей нации. Курсанты-офицеры Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого примут участие в военном параде, посвященном празднованию 76-летия победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Подготовка к нему уже идет, репетиции каждый день. Часть в расположении академии, а часть в поселке Алабино. Здравия желаю, товарищ министр район! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Все равны, как на подбор. Военная выправка стать четкой с движений. По главной площади страны они пройдут уже через три недели. 9 мая на параде победы Представлять Серпуховский филиал военной академии РВСН имени Петра Великого будут 600 курсантов, с ними 16 офицеров. Сейчас репетиции с полным погружением. В парадном расчете лучшие из лучших. Среди них серпуховские ребята, курсанты Артем и Илья Ашмакова. Критерии отбора и требования, они очень высоки. Для каждого курсанта, который участвует в параде победы, он должен иметь хорошие отличные оценки в учебе, высший уровень физической и строевой подготовки. Обязательно должна быть на уровне воинской дисциплины, а именно не должно быть никаких взысканий, должно быть только благодарности и поощрения. Родители воспитывали так, что прививали с самого детства любовь к родине. Мы братья, мы всегда все время вместе, и вся наша жизнь, она тесно переплетена. Не зря же мы близнецы, и поэтому мы всегда были уверены в том, что мы будем вместе и также на параде победы. Подготовка осуществляется в три этапа. Сначала индивидуальный отбор. Далее подготовка в масштабе подразделений в составе парадных расчетов батальона и роты. И третий этап, в котором мы непосредственно принимаем участие, сейчас ездим на подготовку в понедельник, среда, пятница, это в поселок Алабино. Непосредственно подготовка уже для участия на Красной площади. Далее у нас будут ночные репетиции на Красной площади, генеральные репетиции на Красной площади. И 9 мая мы уже покажем, чему мы научились. Ну а пока курсанты идеально держат строй. Уже сейчас их можно с уверенностью назвать гордостью вооруженных сил Российской Федерации. Мы всегда смотрели, и даже когда еще не учились здесь, а тем более, когда мы будем участвовать в параде победы, то по-любому родители будут смотреть. Кстати, подготовка к параду идет не только на репетициях. Происходил процесс вакцинации спутником ВИИ в два этапа. Первоначально первая вакцина, потом была вторая. И уже непосредственно перед поездкой в поселок Алабино у нас провели тестирование на антитела. То есть все курсанты здоровы, все привиты. Ежегодное празднование победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая на Красной площади. Запланировано, что в этом году в параде будут участвовать более 12,5 тысячи человек. Свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. Возглавит колонну Серпуховского института генерал-майор Андрей Морозов. Встречу с представителями общественных организаций провела заместитель главы администрации Ольга Шашкова. В первую очередь общественников поблагодарили за активное участие в субботниках. Большой субботник областной 24 числа, 24 апреля будет, как я уже повторюсь, Большой субботник, будет включение фонтанов. То есть уже мы подходим к финишной прямой подготовки города ко встрече 1 мая и 9 мая. Говорили о грядущих праздничных мероприятиях. Каждая общественная организация может предложить интересные идеи для программ праздников, тем самым провести презентацию своих организаций. Обсудили и участие общественников в праздновании Дня Победы. Одно из предложений – организовать литературное кафе. Подобные встречи предложили проводить на постоянной основе. Как приобрести муниципальные имущества и земельные участки в собственность на торгах? В бизнес-инкубаторе прошла встреча представителей администрации с предпринимателями. Предпринимателям объясняют подробно каждый пункт плана торгов по муниципальному имуществу на 2021 год. Рассказывают, какие здания можно будет приобрести. Говорят о видах назначения земельных участков и объектов недвижимости, их оценочной стоимости, расположении. Объекты, которые готовятся на торги, детально и очень тщательно проходят всю проверку. Начиная от истории образования самих земельных участков и объектов. И вся проверяется их текущая оборотоспособность. Поэтому это абсолютно исключает возможность приобретения объектов недвижимости с какими-то чужими правами или ограниченными в оборотоспособности. Приватизация муниципального имущества, как оказалось на деле, процедура для предпринимателей достаточно простая. Данные встречи предпринимателей и представителей муниципалитета очень способствуют развитию предпринимательства в городе Сербин. Сегодня я пришла с запросом от социальной гильдии. Это гильдия детских центров. Мы сейчас ищем помещение для того, чтобы все вместе организовать свою работу в одном месте. Мы заинтересованы в муниципальных помещениях. Предприниматели во время встречи узнали, как правильно оформить заявку, какие документы для этого необходимы и, конечно, о существенных плюсах участия в торгах, которые способствуют развитию бизнеса. Безусловно, это очень полезно, когда предприниматели освобождают наше время, наши силы, наши ресурсы, чтобы нам не держать специальных людей, которые будут отслеживать все эти какие-то изменения, какие-то перемены. Организация наша развивается и, возможно, что появится необходимость приобрести какое-то свое собственное помещение. Сейчас мы это все арендуем. Для развития малого и среднего бизнеса в Серпухове создают все условия. Одним из приоритетных направлений является информирование предпринимателей о возможных мерах поддержки. Профессионалист предпринимателей, естественно, у них заострен на получение прибыли, на ведение бизнеса. Но, как мы все понимаем, без знаний, без информации решение проблем будет гораздо сложнее. Поэтому в бизнес-инкубаторе раз в квартал это минимум, проводятся круглые столы, семинары. Представителям бизнес-сообщества предоставили всю необходимую информацию по объектам муниципального имущества и проконсультировали по интересующим их вопросам. В Серпухове продолжаются ежедневные рейды. Специалисты проверяют качество уборки придомовых территорий. Территории домов по улицам Осенней, Войково и Московского шоссе были в центре внимания инспекции в составе представителей администрации и Госадомтехнадзора. Комиссия оценила работу управляющих компаний, однако хватало и недочетов. В нарушении присутствуют, как правило, одни и те же, ненадлежащее содержание территории, а именно некачественная уборка. Вы видели во дворе, что произведен опил деревьев, но порубочные остатки не вывезены. Соответственно, ответственные организации, кто производил данные работы, будут установлены, вызваны в территориальный отдел номер 26 Госадомтехнадзора Московской области для принятия мер административного характера. Во дворах домов кое-где есть мусор. Как правило, это валяющиеся на газонах окурки, бутылки и прочий мелкий мусор. Помимо этого, административная комиссия обратила внимание на припаркованные на газонах автомобили. Нарушителям теперь грозят штрафы. Уже завтра, 17 апреля, пройдет очередной общегородской субботник. К нему может присоединиться каждый. Я призываю жителей выйти в свои дворы, вокруг домов, убрать мусор, оставшийся после зимы. От нас с вами зависит, как выглядят территории у домов. Рейды проходят на регулярной основе. Уже в понедельник комиссия проверит еще несколько дворов. Горячий сезон для пожарных. Поджог травы реально опасен для жизни. Пол сотни выездов в сутки осуществляют сегодня пожарные расчеты округа. При этом большинство возгораний происходит из-за палы сухой травы. Неконтролируемое горение приводит нередко к серьезным последствиям, напоминаю специалисты противопожарной службы. С выезда на выезд, апрель санитарный месяц, распространяющийся повсеместно запах жены травы и мусора, к сожалению, стал постоянным атрибутом весны. Дачники освобождают участки от мусора сухостоя. Но мало кто задумывается, насколько опасно такое облагораживание. С начала апреля количество звонков в диспетчерский пункт пожарной части увеличилось вдвое. Пожарные подразделения Серпуховского пожарно-спасательного гарнизона ежедневно совершают по 50 выездов. Из них порядка 90% это на ликвидацию горения сухой травянистой растительности. Бывает так, что подразделения уезжают в 8 утра, когда заступают на дежурство, и приезжают только, возвращаются в пожарную часть, когда при смене дежурства. Одно из последних было возгорание сухой травы в районе предприятия «Мареван». Пожарные сработали оперативно. Пламя удалось своевременно перехватить, и огонь не перекинулся на строение. А это улица Дальняя. Здесь трава ежегодно горит. Возможно, это случается по неосторожности, или же кто-то ради забавы поджигает сухостой. Проводится профилактическая работа, разъяснительная работа с гражданами по доведению основных требований пожарной безопасности. Проводится патрулирование населенных пунктов, территорий, которые примыкают к лесным массивам. Уже установлен факт, был пойман с поличным гражданин, который осуществлял сжигание сухой травянистой растительности. Как оказалось, житель деревни Лукьянова решил побыстрее привести в порядок территорию рядом со своим участком. Теперь за такое благоустройство его накажут рублем. Пожарный в очередной раз напоминает – не поджигайте сухую траву. Родителям необходимо провести разъяснительную работу с детьми. Рассказать, к чему может привести бездумное поведение. Например, брошенная в сухостой спичка, нельзя самостоятельно разжигать костер и уж тем более бросать в него аэрозоли. Алексей Зуев напомнил о новых правилах противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года. В соответствии с данными требованиями, до наступления особого противопожарного режима разведение костров возможно только на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Если сжигание мусора производится в емкости, в бочке, то данная емкость не должна иметь отверстий. Рядом должна находиться крышка и первичное средство пожаротушения. Расстояние от емкости до зданий не должно превышать 25 метров. Весна набирает обороты, а значит повысится и риск развития природных пожаров. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте простые, но важные правила. Не бросайте спички и окурки вблизи мусора, зарослей травы, лесополосы. При обнаружении природного сгорания звоните по телефону 112. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте, на сайте администрации и в социальных сетях. Будьте в курсе событий. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» Это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке, натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.